Добрый вечер, уважаемые подписчики, слушатели и гости блога доктора-психиатра Джорджа Горбатова. Я, Джордж Горбатов, продолжаю чтение материалов из моей богатейшей психиатрической библиотеки. В данном аудио-видео-фрагменте речь будет идти о главах из книг Тихона Ивановича Юдина, будущего академика, профессора Казанского университета «Психопатические конституции. Москва. 1926 год». Глава 1. Определение понятия «конституция». Приступая к описанию психопатических конституций, мы прежде всего должны определить, что мы понимаем под термином «конституция». Каковы компоненты психической конституции и что мы понимаем под термином «психопатия». Понятие «конституция» в медицине сложилось постепенно, как понятие «клиника» эмпирическое. Ввиду чисто эмпирического характера, понятие это отличается крайней неопределенностью и расплывчатостью в своих границах. В зависимости от практической ситуации, одни авторы истолковывали это понятие в одном смысле, давали ему одни границы, другие же истолковывали и проводили границы совершенно иные. Фаундлер заявляет, что вероятно ни в одной области клинической патологии не царит такой беспросветной путаницы, как в области понятия о конституции. Термин «конституция» существует со времени Гиппократа и вначале под этим термином понимали лишь особенности, присущие всему организму как целому. Под конституциональными болезнями понимались болезни, связанные не с одним каким-либо органом, а зависящие от общих особенностей всего организма. Позже к этому прибавилось представление, что конституциональной стороной выявления болезни являются индивидуальные особенности реагирования организма на различные внешние влияния. Одна и та же внешняя причина у различных индивидуумов вызывает далеко не одинаковый эффект. Особенности организма трансформируют внешние воздействия, выявляя их своеобразной, присущей данному индивидууму форме. Эта особенность каждого организма по-своему реагировать и называлась конституциональной. Целый ряд авторов – Тандлер, Матис, Харт, Теннисон и другие – предлагают называть конституциональными особенностями организма, только такие, которые определяются наследственностью, то есть особенностями строения зародышевой плазмы. Кречмер, например, предлагает понимать под конституцию сумму всех свойств индивидуумов, генотипически запрекленных в его наследственных задатках. Надо, однако, иметь в виду, что все заложены в наследственных задатках особенности и есть только потенция, так или иначе реализующая под влиянием окружающей среды. Только среда дает этим потенциям реальное бытие. Реально мы знаем только фенотип, и поэтому если хотим говорить не о потенциях только, но и о реальном выявлении этих потенций, то нужно всегда иметь в виду и те вариации, те изменения, которые разные условия создают, и выявление генотипических потенций. Если ограничить понятие конституции только генотипом, то при таком ее понимании, как частью указал уже Ю Бауэр, это понятие превращается в фиктивное, воображаемое, с которым на практике не придется сталкиваться. Поэтому многие авторы Марциус, Фаундлер, Краус, Маршан, Ресле, Любарш, Перец и другие до сих пор говорят о приобретенных конституциях. Марциус, например, говорил о сифилитической конституции, причем он имеет в виду, что все строение организма, пораженного сифилисом, претерпевает такое изменение, что весь он как целое, получая своеобразные особенности, не существующие у здоровых. Организм сифилитика иначе реагирует на все возбуждения. Как, например, такой особенности Марциус приводит в способность людей с сифилитической конституцией заболевать метасифилитическими формами нервных болезней. Таббисдорзалис, прогрессивный паралич помешанных. Марциус говорит, что даже и чисто экзогенные яды могут быть причиной создания особой конституции. Например, можно говорить об алкогольной конституции, которую, однако, не нужно смешивать с самим хроническим отравлением алкоголем. Дело здесь идет не о явлении хронического алкоголизма, а о том, что сопротивляемость алкоголиков по отношению к другим болезням уменьшается. Реальная структура организма есть, несомненно, функция. Первое – генотипических потенций Г, второе – окружающих условий В, и третье – последнего вызывающего момента ауфлезунг. Немецкое слово – К равняется Ф, Г, Б, А. Поэтому-то наиболее правильным является определение конституции данной Рестле. Под конституцией он понимает состояние организма и его частей, складывающиеся из врожденных и приобретенных элементов, и проявляющиеся в том, что данный организм или часть его реагирует на раздражение окружающего мира. В какую внешнюю форму организуют эти влияния организм, как он сберегает себя в борьбе за существование, как он размножается, и в каком темпе идет вся его жизнь, прибавили бы мы от себя. Также определяет конституцию и Краус. Это присущее индивидууму состояние, унаследованное или приобретенное, подающееся морфологическому или функциональному анализу, возникающее как из проявления отдельных функций, так и из суммы телесных и душевных особенностей. Состояние, определяющее тип деятельности и развития организма, состояние, которое характеризует индивидуума в смысле требований, которые к нему можно предъявлять в отношении его сопротивляемости, способности к возрождению и жизнеспособности. Конец цитаты. Такое определение конституции является наиболее соответствующим современному состоянию наших знаний, на более соответствует и реальной возможности определения той или иной конституции, так как при наших еще очень недостаточных знаниях о наследственности невозможно в каждом отдельном случае решить, что относится к генотипическим потенциям, что паратипическим варианциям этих потенций. Сименс, принимая все это во внимание, предлагает соответственно с биолога генетическим пониманием структуры организма выделять конституции идиопатические, то есть генотипические, то есть те, которые связаны с наследственными потенциями. Конституции паратипические – это те, которые зависят от внешних условий и, наконец, объединения всех вообще свойств, то есть реальную личность со всеми особенностями ее структуры, называть фенотипической конституцией. Собственно, с биологической точки зрения спора о том, включать ли в конституции изменения от внешних влияний, приобретенные свойства или не включая, быть не может. Все паратипические особенности в основе своей имеют генотип. Ничего не появляется в организме из ничего. Всякое его свойство есть результат изменений, имеющихся у него генотипических особенностей под влиянием окружающей среды. Фенотип ведь есть реальное выявление генотипа в данных окружающих условиях, и паратипические его вариации именно и есть результат взаимодействия генотипа и окружающей среды. На каждую определенную ситуацию генотип реагирует определенным фенотипом. Генотип по Иоганн-Сцену в своем определении должен включать в себя все возможности своего развития. Конституциональная формула должна выражать все возможные реакции данной системы. Задача, собственно, должна состоять в том, чтобы изучить все вариации каждого генотипа при каждых условиях и, в конце концов, объединить ряд паратипических конституций в одной генотипической. Если говорят о сифилитической конституции, то здесь, разумеется, своеобразное паратипическое изменение различных генотипических свойств при условии циркуляции сифилитического яда в организме. Во всяком случае, несомненно, что без генетического анализа правильного разрешения вопроса о конституциях мы получить никоим образом не можем. С другой стороны, мнение Танглера, что конституция является биологическим фатумом организма, нельзя понимать буквально. И, несомненно, изменяя условия жизни, мы можем изначально изменять внешние проявления генотипа, а, следовательно, и фенотипическую конституцию или реальную личность. Но теми внешними условиями, которыми мы изменяем фенотип, мы не можем изменить генотип. Мы здесь не будем касаться вопроса, какие внешние влияния изменяет генотип. Вопроса о возникновении мутации. Для нас лишь несомненно, что соматической индукции не существует, не доказано до сих пор, несмотря на многие попытки и существование параллельной индукции, хотя, несомненно, новые гены при известных условиях возникают. Эти условия, весьма редкие у человека, нам до сих пор неизвестны, хотя, стоя на материалистической точке зрения, их надо признать, конечно, материальными. И с этой точки зрения Тандлер прав. Место для недоразумения может дать только само мистическое слово, фатум, фатальность, неизбежность, то, что должно предопределено и должно в обязательном порядке случиться. Дело, конечно, идет не о мистической неизменности ген, а о закономерностях их существования и выявления в данных условиях. Причем эти закономерности не подаются изменению и воздействию человека при его современных знаниях. При рассмотрении конституции человека надо иметь в виду весьма большую сложность человеческого организма и, как это вытекает из приведенных выше определений конституции, не забывать, что конституция имеет целый ряд отдельных сторон – морфологическую, физиологическую, биохимическую, эволютивную и так далее. Для выделения генотипических элементов конституции в настоящее время пользуются законами наследственности, менделизм и те наследственные соединения, которые передаются из поколения в поколение, по законам Менделя, мы называем генотипическими. Это выделение генотипических элементов затрудняется помимо широкого паратипического изменения свойств еще тем, что многие кажущиеся едиными фенотипические проявления являются сложными генотипическими конструкциями, и потому, следуя Менделевским законам, в следующих поколениях расщепляются на составные части, нередко вовсе не похожие на прежние родительские свойства. Конечной задачей здесь является выделить все неизменяющиеся прочные примитивные генотипы, входящие в состав сложной конституции, и определив их, составить таким образом генетическую форму конституции. Если принять сравнение человеческого организма с машиной, то по конституции будут пониматься не только особенности материала, из которого построена машина, морфологические особенности, не только тип устройства машины и вытекающие из этого динамические возможности, физиологические особенности, но и то обстоятельство, что в самом ли организме сосредоточена и регуляция темпа, питающая машину, двигательные системы, биохимические особенности, и что, кроме того, организм есть машина, постоянно самоизменяющаяся, именно для регуляции и использования этой силы, машина самообновляющиеся и растущие эволютивные особенности. Внутренняя структура организма не представляет из себя неподвижного окружения. Проблема конституции не может пониматься, как проблема статическая, но как проблема выявления и развития заложенных в генотипе потенций, и их изменений в зависимости от всех окружающих условий. Однако, помимо конституциональных, идиопатических, и паратипических изменений в организме, имеются временные особенности его функционирования, вытекающие из определенного направления деятельности организма в данный момент. Особенности не изменяющие ни структуры, ни динамического и эволютивного регулированного организма, ни его биолого-эволютивных путей. Животный организм, свободно перемещающийся в окружающей среде, приспособлен одновременно к разным условным установкам, временно могут усиленно работать без изменения общей конституции, то те, то другие части машины. Содержание этой работы, выполняемое в пределах той же конституции, будут являться не паратипическими изменениями конституции, а временными, условными, целевыми установками и результатами этой установки, работая в данных меняющихся условиях. Эта разница особенно ясна в области работы нервной системы. Все изменения, включая и стойкие изменения паратипического характера, в области того, что Павлов называет анализаторами и безусловными рефлексами, относятся к конституциональным изменениям. Содержание же временных установок, протекающих без изменения структуры анализаторов, то есть изменения, которые Павлов относит к условным рефлексам, есть результат применения конституциональных механизмов к окружающей среде, работа конституции, а не конституция. Затем, говоря о конституции, мы никогда не должны забывать, что конституция – организм как целая, личность, идентичные понятия, различая составные части конституции, частичные конституции, примитивные факторы, рассматривая ее особенности с разных точек зрения – анатомической, филологической, эволютивной, мы должны помнить, что как целая она обладает иными свойствами, чем составляющие ее части в отдельности, что она едина. Конституция может, потомцы, расщепляться при известных условиях на ряд элементов, как H2O – вода, может расщепляться на H – водород и O – кислород, но H2O имеет не те свойства, что H или O в отдельности. Ну, вот так вот. Может быть, сейчас я почитаю, зачитаю еще одну часть. Нет, она длинная, я думаю, что нет. Хорошо. Значит, следующую часть, или главу этой работы, будущего академика Юдина, психиатр, известный психиатр, скончался, по-моему, в 51-м или 52-м году, не закончив написание книги об истории отечественной психиатрии. Такая хорошая книга, но, к сожалению, не успел завершить ее. Значит, в следующем чтении работы Юдина «Психопатические конституции. Москва, 26-й год» под названием «Психическая конституция и ее компоненты» я зачту вам в следующий раз, по мере очередности. Итак, я, доктор Джордж Горбатов, сердечно благодарю всех слушателей этого чтения.